О самых горячих новостях Омска расскажу вам я, Анастасия Лаврова. Здравствуйте! Родственники опознали тела погибших из затонувшей яхты. Трупы студентов всплыли на четвертые сутки после крушения. Напомню, судно, которое находилось в частном владении, опрокинулось 20 июня ночью. На борту находились семеро, некоторые без спасательных жилетов. Пятеро смогли выбраться на берег, двое утонули. Судно шло со спущенными парусами на моторном ходу. Предварительная причина крушения – опасное маневрирование. Найденные в РТШ тела действительно принадлежат погибшим с яхты Ольга. Это Денис Мороз и Иван Огнев – студенты юрфака Омского госуниверситета. Накануне в районе Николаевки рыбаки нашли одного молодого человека, второй всплыл на центральном пляже. Родные уже опознали погибших. Следственный комитет на транспорте продолжает расследование уголовного дела по факту смерти двух омечей. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Обвинения по уголовному делу никому не предъявлены. Уголовное дело возбуждено по факту происшествия. Кражу из караоке клуба помогли раскрыть камеры наблюдения. Молодой человек, приехавший в Омск из Горьковского района, воспользовался забывчивостью девушки. Она, как следует из материалов уголовного дела, забыла сумочку в туалете. Когда вернулась за пропажей, не обнаружила в ней кошелька. В нем находились 4000 рублей. Посетительница клуба вызвала полицию. Сотрудники УВД изучили записи с камер наблюдения и увидели, что сразу после девушки уборную посетил молодой человек. Он, к слову, не думал скрываться, продолжал выпивать в барной стойке. При осмотре у него обнаружили украденный кошелек. Вину в совершении данного преступления признал полностью. Ранее к уголовной ответственности не проникался. По данному факту по возбуждению уголовного дела, по части 1 статьи 158 уголовного года Советской Федерации, максимальный размер наказания, предусмотренное уголовным кодексом по данной статье, составляет 2 года лишения свободы. Только за последние полгода в Омской области пятеро детей выпали из окон, один скончался. Как правило, причиной трагедии становится невнимательность взрослых. Они позволяют своим отпрыскам облокачиваться на москитную сетку. Сегодня полицейские в очередной раз напомнили, как уберечь семью от фатальной ошибки. Все эти трагические ситуации, которые происходили с детьми, родители поясняют, что отвлеклись буквально на пару минут. Что-то сделать на кухне, ответить на телефонный звонок очень распространено. Не нужно отвлекаться, нужно за ребенком смотреть. Это лучшая профилактика. Этот, казалось бы, элементарный совет не столько от сотрудника полиции, сколько от молодой мамы. У Оксаны Вензель двое детей. Девочка только в этом году пойдет в первый класс. Эта квартира новая, пластиковые окна шли под ключ. Конструкция очень функциональная, но опасная, соглашается женщина. Имея маленьких детей, все-таки достаточно небольшой возраст детей, мы приняли такое решение установить на окна ручки с глушителем. То есть окно перекрывается, я могу контролировать полностью вентиляцию воздуха в помещении, но при этом дети у меня уже открыть окно самостоятельно не смогут. То есть ручка блокирована, я сама устанавливаю режим, после чего ключи, конечно, хранятся у меня. Дети к окну уже подходят, но подходят только посмотреть из него. Нехитрое устройство обошлось семье в 350 рублей за одно окно. В ручку встроен замок. Одно движение можно открыть или закрыть створку. Убрав ключ и нажав на кнопку, ручка блокируется. Москитные сетки в этом доме не признают, опасаются. Только в этом году из окон выпало пять детей. Все случаи идентичны. Ребенок облокачивается на сетку, крепления не выдерживают, свободное падение. Последний такой случай произошел в конце мая в доме по улице 20-го портсъезда. По данным следствия, дедушка играл с внуком, полуторагодовалым мальчиком, который стоял у распахнутого окна на четвертом этаже. Он поясняет, что у него находился сотовый телефон, который мешал держать ребенка. Он решил сотовый телефон положить, отвлекся. И в этот момент ребенок оперся на сетку противомоскитного окна, которая не выдержала его веса и вместе с ним упала на землю. Мальчик скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие продолжается. И если дело передадут в суд, деду грозит до двух лет лишения свободы. Мужчина остался один, родители мальчика съехали из квартиры, где произошла трагедия. Ну и последнее. В Омске обокрали флору. В период подготовки к ежегодной выставке неизвестной выкопали саженец голубой ели. Подобные факты для флоры не редкость, а мечи регулярно выкапывают растения и похищают скульптуры. Полиция сейчас проводит проверку, а администрация Омска организовывает круглосуточную охрану на территории выставки. На сегодня все. Горячие новости смотрите на сайте антенна7.ру и в группе ВКонтакте. Пусть выходные пройдут без жести. Увидимся в понедельник. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова